Доброе утро, дорогие мои друзья, дорогие девчули, дорогие мальчули! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены и, конечно же, в домашнем влоге. Хочу начать свой влог вот с такой надписи. И день, именно день, начиная вот с такой надписи. Это мне оставил любимый. Сегодня я решила полежать, он ушел без меня, попил сам кофе и еще позаботился о своей любимой. Конечно же, я позвонила и поблагодарила его, безусловно. Включи и будет кофе. Красота! Спасибо ему огромное! Включу и будет кофе. Видите, у нас на улице, сейчас я вам покажу градусы, покажу вам вот такие градусы, вот, и вот такой ужас творится. Вот, видите, снежище, люди чистят снег, идет снег и обещают идти долго, 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 долго. Видите, видите, какой. А у меня снегиречек на окошечке красуется. И замечательные мои примулки. Тоже подарок от любимого. Вы знаете, некоторые радуются подарками. Многих знаю, я же всю жизнь работала с людьми, обслуживала население, так сказать. Если кто не знает, то я парикмахер, модельер, то есть 28 лет позади. И хочу вам сказать, что знаю, что многие женщины практически, знаете, я даже имею право сказать, половина, если не больше, радуются подаркам шикарным, таким, ну, огромным, дорогим, большим только. А другие, не один раз мне приходилось видеть, как дарят мужчины, и они просто берут, говорят спасибо, и никаких эмоций. Но, лично я о себе говорю, что я радуюсь каждому маленькому, самому маленькому подарку. Вчера он мне купил, у меня Артем покупает все, все покупает, вот что возможно, из мелочей я имею в виду. Вчера он просто мне купил крем мыла для интимной гигиены. Да, 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 и не постесняюсь это сказать, он это мне покупает, купил в аптеке. Помните, я вам показывала крем лакри для губ? По-моему, этой же фирмы, да, он нашел, потому что у меня с губами проблема, у меня всегда зимой трескаются губки, и у деток у меня почти у всех. И вот он покупает. Я была очень рада, вот этим цветочкам, казалось бы, ну что такое, просто цветочки, выбирай на свой вкус, и я выбрала. Я очень-очень благодарна, книжечку подарит, я очень благодарна, и у меня столько радостей, столько благодарностей. Понимаете, это как раз тот случай, когда ты своего мужа любишь, и любишь его таким, каким он есть, когда ты понимаешь, что вот он такой, и он мой. И я уверена, что вы обратно получите очень много внимания и такую же любовь. Потому что все время себя лелеть, говорить, что я вот такая хорошая, а он вот такой гад, и обижаться на каждые мелочи, конечно же, это плохо. И ждать от мужчин подарков, таких очень больших и дорогих. Знаю, что многие девочки просят делиться с моими чувствами порой, ну как вести себя в семье, отношения. У меня уже давно не пополнился плейлист «Семейная психология» от Елены, ну вот это то, что я пережила в жизни, то, чему я научилась, я делилась там. Ну иногда вот в домашних видео можно об этом поговорить. Поэтому нужно ценить временем, ценить каждым мгновением друг с другом. Если, конечно же, вы любите этого человека и хотите с ним прожить всю жизнь, то нужно постоянно уступать, нужно прощать, нужно любить. И обязательно нужно видеть еще свою сторону. Понимаете? И как бы вы хотели, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Если вам не хочется, чтобы с вами поступали плохо, ваши мужья обижали вас, то не обижайте и вы. Вы знаете, кроткий смиренный дух, никто не устоит перед этим. Понимаете? Если вы будете любить и в своих действованиях это показывать на деле, то я думаю, что любой мужчина растает и никогда не будет делать ничего плохо. Ну, а, конечно, бывают и тяжелые дни, бывает и устаем, бывает и нет времени другой раз так, чтобы прям вот уделить друг другу внимание. Но это же нормально. У нас сейчас, конечно, больше внимания друг к другу. А когда маленькие дети, конечно, меньше. Но тем не менее, если есть любовь, взаимопонимание в семье, я думаю, что безусловно будет хорошо. Я, конечно, здесь не имею в виду пьющих мужчин, это просто ужас. Я вообще в страшном сне только это как бы вспоминаю. У меня и сестренка умерла от этого, от рук ужасного алкоголика. Вторая сестренка развелась тоже с алкоголиком, и он уже бомж у нее. То есть прожила всю жизнь, и уже когда дети выросли, тогда уже как бы набралась смелости и ушла от этого диванного алкоголика. Так что вот такие дела. Просто если вы видите, что у вас замечательный муж, то нужно делать ему комплименты, нужно поддерживать его. Нужно, конечно, бывает мы в сердцах, чего только порой не подумаешь, иногда даже и выскажешь. Но самое главное после этого осознать. Осознать и все, и идти вперед. Поверьте мне, я все прошла. Я все прошла, и на своем опыте знаю, что когда ты видишь только не свою сторону, тогда в семье все хорошо. Тогда есть и любовь, есть и понимание. И когда мужчина делает подарки, неважно какие, он же делает от всей души. Вот, тогда он будет знать, что он будет тогда вам делать больше подарков. Он будет знать, что вы принимаете любой подарок, а не только машину или там кольцо, или шуба. Когда я показывала все подарки те года, на день рождения, на все праздники. Почему я сейчас не хочу, в этом году ничего не показывала. Потому что 50% гадостей писали. Вот буквально 50%. Только успевали удалять эти сумасшедшие комментарии. Поэтому я такие видео и не снимаю. И опять-таки еще один вывод сделали. Что вот 50% женщин, вот для них это. То есть для них, если мужчина подарил там книжку кулинарную, значит пошли на кухню. А ничего, что мужчина видит свою женщину, что она хочет. Видит, что она любит готовить. Вот, готовит вкусности, вот. И он ей хочет сделать подарок. Или же, например, набор спиц, как мне муж подарил. Ади, вот этот набор в кожаной упаковочке, шикарнейший, который стоит и 10, и 12, не разные из тысячи. Тут тоже мне писали. Человек 10 я удалила о том, что вот, это разве подарок? Вроде как это не подарок. Но мне муж дарит много подарков. И в разное время их дарит. Не в один день все. За месяц, день рождения в марте, он мне дарит много. И, например, Рождество. То есть Рождество не прямо в первый день. Вот Рождество, ну праздник, когда начинается один день. А дарит постепенно. Самый такой основной дарит прямо, как говорится, в день Рождества. А до Рождества он делает мне сюрпризы мелкие такие. То есть каждый мужчина по-своему все это дарит, все это делает. Поэтому спицы это тоже. Мужчины же наши очень внимательны. Они же видят, что бы я хотела. Например, вот мне хочу это купить. Вот мне бы это хотелось, но сейчас я не буду, потому что я не могу выделить из семейного бюджета. Он это услышал и потом сделал. И опять-таки, что сейчас хочу сказать самое главное, девочки. Самое главное это, когда, естественно, вы знаете своего мужа и знаете его заработок. Знаете, ну вообще, что он может. Там, например, подарить большой подарок. И если, например, ваш муж не может, ну не все мужья могут заколачивать бешеные деньги, согласитесь? Не все девочки, это так. Ну уж вы такого выбрали, позвольте, и он вас любит и старается. Ну и не все женщины способны, извините. Далеко не все. Быть хозяйкой, как ей присуще. Для чего она пришла в мир, порой они забывают. То есть, хранительница домашнего очага, она должна устроять уют, заниматься детьми, красоту сотворить в доме, готовить вкусно. Вот для чего женщина создана, для чего она пришла в мир. А муж в поте лица добывать хлеб свой, то есть для своей семьи. Вот, вот, и поэтому нужно как бы оценить свою возможность и оценить возможность тоже мужа. Потому что не все мужья могут пойти по головам и бешеных денег заработать. Вот, ну, например, у вас профессия такая, у мужа такая. Почему же вы, например, вы работаете и получаете? Я по одной знакомой своей клиентке, она работала, получала 7 тысяч, полдня приходила домой и все. А от мужа просила все, раздражала его, просила, чтобы он устроился еще. Но если ты не можешь, устройся на другую работу, то есть из последних сил. То есть до изнемогания он должен работать на вторую, но почему же ты тогда не устраиваешься? Я даже как-то с ней поговорила на эту тему, и она согласилась. То есть я говорю, ну вот ты-то 7 получаешь? Почему же твой муж, имея свою профессию, должен еще на кого-то учиться, чтобы убиться, а потом останешься одна? И даже этих его 10 или сколько там он зарабатывает не получишь, понимаете? Вы знаете, тут должна быть мудрость. Женщина должна быть мудрой, она должна мудреть. Вот она вышла замуж девочкой, конечно, неопытная, но если ее воспитывали в семье, мама воспитывала, если мама у нее мудрая, она брала пример с нее, вот это очень важно, что заложено. Но если не заложено, то тем более, когда девушка выходит замуж, она хочет, чтобы у нее было вот так, было вот так, и она учится, понимаете? Просто вся жизнь наша, вся состоит из жертв. Ну, вы не поймите правильно, вы поймите меня правильно, что я сейчас хочу сказать, что не то, что вы должны быть жертвой, ни в коем случае уступать и постоянно жертвовать, себя для каких-то моментов, потому что ты сама не клад стопроцентный. Вот и все, просто нужно понимать. И даже, знаете, если в мужчинах есть какой-то такой, ну, в характере, как сказать, даже не знаю, как сказать, чтобы правильно поняли, я хотела сказать одно, по одному, как говорится, по одной теме сейчас, но, наверное, не буду, потому что могут по-разному среагировать. Ну, какая-то бяка есть, вот именно в этот момент ты видишь, что он проявляет опять в своем характере вот это нехорошее действие вот это, вот так скажем, и она у него есть, и он от нее не может избавиться, пытается, но не может. Ну, простите вы ему эту бяку, потому что и у вас она может быть. Но ведь кроме этой бяки, сколько есть плюсов у вашего мужа, а вы найдите их, потому что чаще всего плюсы не видится, увидится только минус, и начинает загнобление, и все. И потом ваш мужчина, он не будет открываться перед вами, он не будет доверяться вам, он закроется, и он не будет вашим другом, он не будет вашим любимым, он будет просто муж, который приходит домой, зарабатывает, приносит и на тебе, и как хочешь. Очень много мудрости нужно иметь для того, чтобы жить. Жить действительно с нормальным мужчином, который хочет жить. Другое дело есть, когда человек не хочет, все, и разводится, и все такое, но это безусловно, насильно мил не будешь, и не нужно это делать. Не нужно вот, когда ты любишь, а тебя не любят, и ты в жертвах там находишься, а тебя используют, и такие случаи очень много есть, я знаю, то этого, конечно, не нужно. Действительно, нехорошо разводиться. Но нужно дать человеку волю, чтобы он был счастливым, а не несчастным. Жить ради того, что ребенок есть, а вы не любите друг друга, и живете в другой комнате, другой в другой комнате. Или жить с алкоголиком и говорить, я люблю его. Или, например, а что с ним будет, если я его брошу? Да ведь он умрет. Понимаете, иногда вот это алкоголика бросаешь, и он потом, если он нормальный человек, он очухается, приходит в себя. Так тоже очень много я видела. Я ведь вообще-то работала с людьми. Постоянно работала с людьми, и очень много могу, вам рассказать, много чего видела, много наяву, потому что мои клиенты, они постоянно, и девочки, и мужчины, то есть они открывались, прям сразу было видно. Я очень тесная, я человек общительный, общалась со своими клиентами. И друзей очень много. В общем, уже на нас у 50 лет хочу сказать, что многое повидала, узнала, услышала. Поэтому я хочу вам сказать, что если двое захотят жить вместе, любить друг друга, прощать, то нужно положить все усилия, нужно открыться, нужно жертвовать порой с собой временем, и вот как-то так, и сделать всё для того, чтобы вы были счастливы. Ведь это так здорово, жить вместе до последних дней. Вы знаете, когда уже года, вот сейчас, если меня молодые слышат, когда уже года надвигают, знаете, как это ценится, чтобы рядом был человек. И вы знаете, когда у меня папочка с мамой жили вместе, они жили хорошо, и они умерли, сначала умер папа в августе 5-го числа, представляете? И через несколько лет умерла мама, она не смогла без папы, умерла тоже 5-го августа. И день рождения у них в один день был. Вы представляете, насколько жертвовали они тоже друг друга и любили друг друга? И у меня был очень хороший пример, очень хороший пример, воспитание было вот такое, какая есть. Иногда я многое, что бы хотела изменить, сейчас уже об этом не говорю, раньше говорила, что вот бы мне что-то построже быть, вот бы я очень простая, очень открытая, может вот это, мама всегда говорила, никогда не говори об этом, ты такая, какая есть. И неизвестно, как было бы, если бы ты была такой, как ты хотела бы быть. Поэтому ты находишься в своем теле, вот такая, какая есть, тебя родили, воспитали, и пусть будет так. Она всегда говорила, что в твоем состоянии, как вот и она, она всегда, она страдала, конечно, из-за этого, но это лучшее состояние, чем быть грубой, чем быть жесткой где-то там. От этого она сказала, что одна подруга у нее, она говорила, что вот у нее такой скверный характер, среди друзей она одна была, и она страдала от этого. Она говорила даже, говорит мне, она сидит и говорит, если бы вы знали, девочки, как мне тяжело самой в этом. Вот я вижу, что вы здесь поступили, мне бы так, а я вот так поступила. Но я не могу, вот у нее просто в характере заложено настолько прям, что, конечно, она брала пример с них, с других девочек, но мама рассказывала такой вот случай мне. Ну ладно, девочки, видите, в домашнем влоге, вот не знаю, может быть, многим не понравится вот это, но я просто делюсь, делюсь своим знаниями на практике, то есть прожила это, чему я намудрилась, вразумилась. Вот это намудрилась, мне очень понравилось, у меня маленькая Элина так сказала однажды, что я, да, мамочка, я намудрилась, то есть она стала мудрая, я же не дочка, вот так говорила она. Вот, и я вот это слово тоже использую иногда, ну оно какое-то такое забавное. То есть в прожитых лет и в каких-то минусах, в плюсах своих где-то я побеждала, где-то меня побеждали, но тем не менее на сегодняшний день вот я вот мыслю так и слава Богу, чего я вам желаю, дорогие девочки и мальчики. Ну просто каждый пусть подумает о себе, прав ли он в этой ситуации, прав ли в той. Я говорю вам, что очень много у меня было моментов, когда я это делала, понимаете, и я прощала, шла, и я получала за это плюс только, понимаете, только плюс. Но опять-таки я хочу сказать, если двое захотят, а там уже, конечно, по-другому. Но это вы сами знаете, желает ваша сторона другая или нет, это вы уже сами. Я просто вам как бы, ну поделилась, я просто вам посоветовала, как можно, как я это делаю, как я практикую, практиковала, и получается, что так лучше, поверьте мне. Ну все, пойду заваривать кофе, потому что мне чайничек ждет там, вот, и буду пить кофе, посмотрю, что сниму еще. Сегодня я собираюсь к замечательной своей знакомой, и теперь уже моей подругой, это Наташа, Наташа Старостина, у нее есть канал, я оставлю ссылочку внизу под описание, внизу под видео в описании обязательно. Мы живем недалеко друг от друга, и очень часто мы собираемся, сегодня мы с ней тоже будем вкусняшку готовить. Вот, и сниму немножечко, и Наташенька для своего влога, и я сниму. Вот, так что вот такие дела, девочки, удачи вам. Не зря я вам всегда в видео желаю самого доброго и хорошего, и не зря я вам желаю, чтобы вы любили и были любимыми. Любимыми заплетается язык уже, чтобы вы прощали и будете прощены. Заплетается язык, потому что я еще кофе не пила, я только проснулась. Ну что ж, девчонки, я надумала испечь ватрушку, тесто у меня лежало в холодильнике со вчерашнего дня, вот, я, наверное, все-таки сниму рецепт, не наверное, а сниму этот рецепт, и будет под видео там рецепт этого теста. Хорошее тесто, я иногда, если в первый день не все выпекаю, то на второй день буду делать ватрушку, потому что все-таки еду в гости к Наташеньке, и я не могу без ничего прийти. Конечно же, я наберу всего, но, тем не менее, выпечки очень хочется. Буду делать ватрушечку. Значит, тут творог, у меня творог любых процентов, какой хотите, у меня 9%, полкило, 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки сверху манки и 2 яйца. Все это я смешала, маночку я добавляю для того, чтобы манка впитала влагу от, значит, яйца, для того, чтобы пропеклось хорошо и поднялось тесто. Тесто это дрожжевое. Вот, сейчас буду делать, покажу, как получится. Ну что ж, девочки, сделала я одну ватрушечку, вот такая она огромная у меня получилась. Сейчас тесто надо дать, чтобы немножечко поднялось. Я вот так вот накрою. Вот, видео будет об этом, видео рецепт, и вы посмотрите. Накрою, пусть приподнимется. И из обрезков я сделала шар и еще сделаю одну, значит, ватрушечку. Вот так вот. Пусть она у меня постоит, буду выпекать при 180 градусов минут 35, но это все зависит от вашей духовки. Вверх-вниз я ставлю, позиция середина. И с поддувом. Ну и, конечно, я хочу поделиться с Наташенькой тыквой. Вот это та самая тыква, девчульки, которую я вам прислала. Оранжевую-оранжевую. Кто заказывал, тот вот такую тыковку будет сажать. И, безусловно, самый большой кусок Наташ себе поменьше. Вот так. Сахарная. Посмотрите, какой сок. Смотрите, что творится. Я только разрезала. Сок вообще очень вкусный. Очень вкусная тыковка. Сочная. Вечерком и завтра сделаю и каши, и салатики сделаю. Ой, просто прелесть. Очень вкусная. И, конечно же, семена. Семена у нее вот такие вот коричневые, ореховые. Вот такие. Прямо с семенами Наташи отвезу. И пусть она себе собирает и сажает. Вот такой Наташеньке подарок я сделала. Ну все, надо смотреть уже, что там с нашей замечательной ватрушечкой. Ну и, конечно же, готова моя ватрушка. Вот такая она получилась. Классненькая. Вот такая сладенькая. Вот такая вся поджаренная. Это яйцо. Вот я по кругу смазывала. Это яйцо. Сама она, посмотрите, какая золотистенькая. Вот такая вот ватрушечка получилась. Вот такая. Классненькая. Сверху. Не хочу я, чтобы она была поджаренная. Вот такая должна быть жонтика. Я творожочек не люблю жареный. Я люблю его здесь и знаю меру. Вот. Так что тыковка. И вот такой подарок идет. И, конечно же, целая сумка закаток. Так, снова здравствуйте. Я уже приехала к Наташеньке. Она мне тут почет вкусняшками. Салатик свеженький приготовила. И тот замечательный пирог, батрушку я уже привезла ей. И, конечно же, такую вот вкуснятину я приготовила. Это потом в этот рецепт, я вам расскажу о нем. Это паста итальянская. И, конечно же, Наташеньке подарочки я привезла кое-какие. Подарочки Наташеньке я привезла. Здравствуйте. Это Наташенька Старостина. Канал. Как Наташенька твой называется? Пока никак. Пока еще без названия. Но все равно канал Наталья Старостина. Моя подружка, блогер, я с ней общаюсь. Мы с ней как, я не знаю, мы живем близко и дружим с ней. Вот, ну, подружки настоящие, да, Наташенька? Да. Так, что тебе тут Лена привезла? О, что это такое? Это не первая тыква. Были еще до этого. Вот эта тыква просто супер. Это такой аромат, она пахнет на всю комнату. Здесь просто запах французских духов. Вот сахар покажем застывший. Видите, сахароза? Вот она, видите, сахароза. Вот я соберу с нее семена. Да, я прямо Наташеньке как обрезала. Вот здесь вот семена, видите, вот они. Я прямо ей с семенами, смотрите, сколько. Семена надо будет собрать и посадить такую тыкву, потому что тыква супер. И тут еще баночки. В прошлый раз Лена приезжала и привозила лечо. Целый, огромный пакет лечо. Лечо мы уже съели, осталась только вот одна баночка. Я не делала лечо в прошлом году, потому что я его не люблю, но в этом году я обязательно сделаю лечо. Мы вообще просто съели с удовольствием. В общем, всякие вкусности. Ну, это, конечно, суга, мой любимый. Суга очень вкусный. Мамин соус, когда я снимала, вы видели, когда. А это, Наташенька, попробуешь томаты со сливами. Помните рецепт? Да, вот это еще пока мы не пробовали. Да, потому что это свежий рецепт, все помнят сливы с томатами. Вот, я давала рецепт у себя на канале, так что. Ну, а это, конечно, тоже история моей мамы. Это я тоже хочу попробовать. Да, это варенье черноплодное с вишневыми листьями того же, Наташенька, с удовольствием. Прямо с дарами. Вот. А Наташа, у меня хочет тут вкуснятины. И, Наташенька, свое разрешение. Да, мы, конечно, еще с ней сок у моего томатного испили. Посмотрите, что она приготовила. Вот такой вкусняшкой она мне встречает. Всегда с вкуснятинами. Это рыба. На тарелочке разложим, и вы покажем, да, немножечко, как на тарелочке. Вот. Так что мы с ней, когда встречаемся, мы целый день, на целый день кушаем вкусняшки и общаемся с Наташенькой. И болтаем. И болтаем, да. И целый день болтаем. Да, 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 да. Так, вот такая вкуснятина белая рыба. Дори. Я такую рыбку еще никогда не ела. Наташа говорит, очень вкусная рыбка. Наташа, не к себе. Я вот положила. Тут она более видна. Видите, хвостик. Дори я никогда не ела. Первый раз буду кушать. И расскажу тогда, пока Наташа еще тут готовит. Быстренько об этом рецепте. Очень простой рецепт. Здесь грибы шеи таки и паста. Шпинатная. Отваривайте, отдельно тушите грибы с луком. Добавляйте сюда приправы ваши любимые. И, конечно, соевый соус чесночный. Чим-чим. Все это в воке я делала. Очень вкусно. Потом после пережарки засыпала сюда макароны. Все перемешала. И вот такая вот вкуснятина получилась. Вот, очень вкусно. Вот. Все, будем кушать? Да, сейчас я прямо... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok